А вы знаете, что это такое? Так, всем привет, всем привет, котики-мурочки. Без паники. Очень много паники, о том, что дом 2 закрывается. Это не правда. На данный момент информация такая, что именно на ТНТ прекратили сотрудничество с дом 2. Директор на ТНТ написал... Не, не грустно. А, не, не грустно, веселый отец, а? О, на 700, на 800 больше, нифига тебе. Что хочу сказать? Что? Директор ТНТ сказал, что на ТНТ будет только юмор и сериалы. Все остальное меня не интересует. Поэтому... Я думаю, что дом 2 или какой-нибудь другой интересный проект перейдет на другой канал. Допустим, какой-нибудь музыкальный будет проект. Потому что не зря мы сейчас говорим о старой и новой школе. Как вам вообще... Расскажите про старую и новую школу. Нравится ли вам эта идея? За какую вы школу? За новую, за старую? Какие вы песни слушаете? Я, допустим, не слушала Эрдиштерна. Возможно, там пару раз послушала на тусовке. Потусовала с башкой помотала вот так вот. Но никакого смысла в этом не вижу. Но мне не хочется об этой музыке думать. Ага. Ага. Ну ты скажи, ты в России другую дал. Устам, спасибо большое. Господи, везде прямые эфиры. Да что ж такое. Устамчик, спаси всех. Устамчик, спаси всех. Мы тут берем канал и едем. Не, брать, не затрону. Очень шумно. Все просто говорят об этой теме. Все подняли панику. Я могу высказать свое мнение, как я вижу эту картину. Я думаю, что будет какой-то интересный проект. Я думаю, что будет какой-то интересный проект. Но не Дом 2. Я думаю, что останутся единицы. Легенды, интересные люди. Половину, конечно, людей не будет уже. Я думаю, что останется площадка. Но в новом году. Потому что, мне кажется, аудитория привыкла к нашей драме, к любви, к чувствам. Таким проблемам, которые есть в жизни. И, мне кажется, такое дело лучше не закрывать. Половина людей любит Дом 2. Половина людей ненавидят Дом 2. Я, когда была за периметром, я не смотрела на Дом 2. Но я полюбила это место. Понятно, что ничто не вечное. И не нужно расстраиваться. Никакой-то конец света произошел. Все мы люди. Все мы справляемся с трудностями. Главное в этот момент быть вместе. Куда денется ведущая? Сейчас мы ждем лобное место. Я думаю, что ведущие тоже пойдут пока что в отпуск. Верните, Захареша. Куда вернуть? У нас съемки до 26 числа. 31 декабря. Мы последний день в эфире. Все. Ребяточки, я думаю, что все будет нормально. В Сочи, когда поедете. 31 по 8. Но мы сейчас что-то в раздумьях насчет. Мы купили уже билеты. Оплатили отель. Такая вот ситуация. Я не знаю. Потому что немало денег уходит на отпуск. Мы сейчас в раздумьях. Сколько времени у нас? У нас 22.39. Давайте прогнасляем на эту тему. Что может быть вместо проекта Дом 2? Или останется ли Дом 2? Или может быть что-то вы хотели новое? Какие вы фишки хотите новое? Что бы вы хотели смотреть по телевизору? Просто мое мнение, что многие люди сейчас уже не смотрят телевидение, а перешли на Инстаграм, Ютуб, ТикТок. Мне кажется, люди в этом сейчас совсем варятся. Я телевизор 50 лет тому назад смотрела. Мне это не интересно. Я могу всю информацию посмотреть в интернете. Мне кажется, сейчас самое лучшее это Ютуб и Инстаграм и ТикТок. И все. Они-то где Паша и Катя. Катя, по-моему, на операцию. Завтра у меня. Почему вам ничего не говорят? Почему нам сказали, что просто канал ТНТ перестал сотрудничать с Дом 2? Все. Больше именно на ТНТ Дом 2 не будет. Смотрите, Лиза только за Дом 2. Может уже работать будете? Ребят, я за периметром работала и у меня с этим проблем точно не возникнет. Поэтому у меня все останется как прежнее. Я блогер. У меня есть производство. Наконец-то я выпущу свою линию нижнего белья. Буду работать над магазином своим будущим проектом. У меня в планах все четко. Конечно, не все сразу будет, но вот так вот не выстрелом. Все будет постепенно, маленькими шагами, если что-то вдруг пойдет не так, если мы не останемся на проекте. Мы не планировали покидать проект, потому что были определенные планы, цели. ТНТ. Такой канал, где приветствуется юмор, какие-то сериалы с юмором, но давно я не видела какой-то там драмы. Вот стендап очень хорошо качает. Анита. Приветики. Блин, знали бы, я бы хрен вам комнату отдала. Сейчас, подожди. На тебе именно у меня затупил Wi-Fi. Вот это? Так, вот еще раз. Анита. Знала бы, хрен вам комнату бы отдала. А уже все. А уже все. Все-все-все. На ютубе давайте попробую свести прямой эфир на Лобный. Без понятия. Пока еще Лобный ждем. Тик-ток шоу будет. Возможно, вы знаете, что у нас есть общий дом. У нас есть SSL дом. У нас есть VIP дом. VIP дом у нас уже живут на протяжении двух недель. Или, может, больше. Тик-токеры. Вот. И они тут снимают, пока нас нет. Пока мы на шоу. Поэтому, возможно, что-то будет какой-то другой проект. Почему мы переехали в дом SSL? Потому что у нас есть старая новая школа. И у нас было подразделение. Вы смотрите эфир через неделю. Мы боролись там. Короче, все было очень классно, весело, круто. И случилось подразделение. Кто-то пошел в старую, кто-то пошел в новую школу. Старая школа живет в SSL. А новая школа живет в общем доме. И пришлось нам переехать. Вот. Мы в той комнате вложили очень много души, сил. Там очень такая теплая энергетика, солнечная. Когда люди сюда заходили, они говорили, блин, в этой комнате очень приятно ходить. И мне было очень жалко. Я морально себя готовила пару дней. Потому что я уже понимала, что к чему идет. Понимала, что состоится приезд. И состоится приезд мне в лучшую комнату, которая без ремонта, которая с плохой энергетикой. Я понимала, что если мы перевезем те вещи, которые уже наполнены нашей энергетикой, мы перевезем нашу комнату, энергетика наша останется. Ну, я в плане энергетики очень сильно такой человек замуроченный. И мы подумали о том, что если сейчас все будет хорошо, мы также переделаем ремонт. Покрасим в мой любимый бежевый цвет. Перенесли всю мебель. И все будет классно. Комната намного больше, гардеробная больше. Ну, как больше. Для меня, конечно, гардеробная меньше. Потому что я не могу разобрать один баул. Вообще, в принципе, я вот когда разбирала вещи, я думаю, ну сколько там осталось баулов? А там еще пять бауллов. Ну, короче, бауллы просто не скачаем. Есть? Я понимаю, когда я буду покидать проект. Будем водать. Зажигалки нет. Вообще, мы будем покидать проект в будущем. Вам нужен будет прям... Все, зажигалку уболтай, возьму? Возьму. Вещей очень много. Шапоголизм, это, конечно, такое дело. Вот. Во время отпуска мы останемся на проекте. Вот. Нам сказали, что вы можете спокойно жить. Поэтому... Нас никуда не выгоняют. Нас не выкидывают как собак. Идите. Мы теперь не знаем, что делать. Нет. Такого нет. Как бы... У нас очень хорошие отношения. Мы сказали, не переживать, не принимать панику. Но я думаю, что останутся лишь единицы. Мы с Веди уже 9 месяцев будет 2-го числа. Это как 9 месяцев мы живем, а здесь вместе мы вместе. У меня зеленый цвет глаз. За что я бы выкидывала? Было голосование зрительское. Яббаров на протяжении прошлых недель, там, две недели назад, недели назад, очень грубо отзывался о зрителях, которые... Плохие зрители, которые пишут всякие гадости, которые желают смерти родным и близким. Он именно про них нес вот такую вот неприятную речь. И зритель посчитал, что это про него. Было зрительское голосование и было процентов на уход у Яббарова больше. Вы будете ждать, когда устаканится все. Посмотрим? Не знаю, будем рассказывать с Федей. Я думаю, что мы придем к правильному решению. Я тоже думаю, что на другом канале не только рейтинг будет. Ну, в принципе, мне кажется, просто уже нужно приходить именно Дом-2. Если остается, то нужно интернет. Типа, как Ютуб. Потому что люди не все могут посмотреть Дом-2 по телевизору. Просто уже люди не покупают даже телевизоры. Вот. Мне кажется, будет какой-то интересный такой проект, типа, делать в интернете. Что вы будете делать с Федей? В смысле, мы вместе или нет? Нет, ребят, мы расстались. Ну, что за бред? Конечно, мы вместе. Самое главное. Я когда сюда шла, я думала, я зайду сюда на недельку, на пару недель, попробую себя в этом. Понравится, не понравится. Ну, блин, ребята, вот произошел вот такой вот щелчок. Конечно же, он Феде не произошел сразу. Но я знала, что этот человек будет со мной, что он будет любить меня. Я всегда в себе уверена. И я как будто предсказывала свое будущее. Самое главное на этом проекте я встретила его, свою любовь. Я счастливая девушка, которая меня любит, меня оценит, меня боготворят, меня просто зацеловывают каждый день. Поэтому это для меня самое важное. Если бы не Федя, я бы уже давно покинула проект, несмотря на то, что мне тут нравится, и я люблю это место. Но без отношений здесь мне было бы очень скучно и неинтересно. Поэтому я счастлива, что я сюда попала, что это был какой-то определенный опыт. Я не прощаюсь еще с этим проектом, как бы, но я счастлива, что я оказалась здесь. В этом году я встретила своего человека и забираю его в свой новый год. Ребят, вот давайте я вам расскажу про полиграф. Полиграф, который приходит на ББ, он, ну, ребят, ну давайте как бы честно, он нечестный. Многие вещи показалось, что получается Федя не любил Кристину, получается там Федя то-то, то-то. И он ни то не любит, он любит чуть ли только на себя. Если бы, ребят, я чувствовала, что меня не любят, и верьте, я бы никогда в таких отношениях не была. Я не тот человек, который терпит. Я терпела уже в своей жизни очень много, терпела пять лет и себе пообещала, что к человеку будет точно такое же отношение, как ко мне. Если ко мне хреново, то, извините, получается тоже ответ такое отношение. И если бы я хоть чуть-чуть чувствовала ответить какую-то фальшь, неискренность, поверьте, не было бы этих отношений. В этих отношениях, возможно, вам не показывают эфиры, как мы действительно любим друг друга, потому что, давайте честно, проекту интересна больше драма, какие-то такие отношения более, чтобы их там разбирали, проблемы. А у нас нет проблем. Вот встретились два человека с определенным опытом, которые умеют просто найти компромисс за пару минут. Это так ценно. И поэтому, мне кажется, бывает такое в жизни очень редко. Если действительно это твой человек, то ты пройдешь с ним любые трудности. Я в тот момент не чувствовала себя, о боже, он, наверное, так же со мной поступит. Нет, я была уверена в нем. Он мне дал эту уверенность уже давным-давно. Поэтому я знаю, что любит меня Федя, я знаю, что я люблю его, и все у нас будет хорошо. Как раз думала бабулечке съездить в Хабаровск. Можем вместе поедем. Ты же просто лететь очень долго. В 8 часов, прикиньте, на Хабаровск лететь. Это просто жесть. Это шоу-рум целлофан. Ты покладистая, не конфликтная. Ребят, я не конфликтная, правда. Я не покладистая. Я просто слушаю своего мужчину, а мужчина слышит меня. Ну вот так вот мы сошлись. И если мне что-то действительно не нравится, я покажу свои зубки. Если меня не услышат первый раз. Я покажу свой характер и говорю, что не нужно так со мной вести. То есть были такие моменты, когда Федя что-то делал и мне не нравилось. Я ему говорила, не надо так делать. Мой мужчина так со мной не будет поступать. Мой мужчина так со мной будет со мной разговаривать. Все. Один раз услышал, больше такого не повторяется. И так же Федя. У меня бывает тоже, что у меня настроение. Я могу сорваться, могу грубо ответить. Он говорит, нет. Мне знаете, что в нем нравится? У женщины бывает такое, что эмоциональное выгорание Это может в интересный момент, ПМС, да, взорваться. И у него есть какое-то стоп-слово, которое мне приводит в чувство. Я, допустим, ругаюсь с ним, что-то там ругаюсь. И он такой, Анит, что с тобой? Что с тобой? Ты где сейчас? Алло, ты в своем мире? Успокойся. Что с тобой? И в этот момент я такая, ага, реально, а что со мной? Почему на данный момент я могу сейчас повысить голос? Почему у меня нет настроения? И я начинаю уже в себя копать. Почему на данный момент я среагировала так? Что на это повлияло? Где был тот раздражитель? И мы начинаем это разбирать, понимаете? Нужно начинать с себя. Никогда не тыкать на людей. Когда ты ругаешься с человеком, начинай с себя. Ну, поздвинушка какая, а? Иди домой, в угол! В угол иди, Ва! Ладно, ребят, у меня уже рука замерзла. Скоро лобная. Всех люблю, целую, сохраню эфир, обязательно посмотрите. Да, сегодня у нас на лобном Бородина и Бузова. Такое вообще было уже давно, как мне Федя сказал. Поэтому будет интересно. Обязательно смотрите через неделю. Всех целую, всех обнимаю. Спасибо. Пока! Пока!